Лучший способ привить детям здоровый образ жизни – показать собственный пример. О том, к чему может привести употребление наркотиков, не понаслышке, знает Игорь Ращенко. Пройдя все стадии наркозависимости и успешно ее преодолев, теперь уже общественный активист основал молодежное спортивное движение и регулярно проводит встречи с молодежью, чтобы рассказать, в какой игре никогда не будет победителей. Подростки, которые еще по возрасту, 17-16 лет, это такой опасный возраст, и им хочется все попробовать, но они не понимают, к чему первые последствия употребления может привести. Моя задача – донести именно последствия вреда употребления, к чему это через время приводит и какие истории личные, например. Мне приходилось слышать и приходилось видеть. Последствия наркомании – самые плачевные тюрьма, рождение детей-инвалидов, преждевременная смерть. А потому для трудных подростков особенно важно слышать мнение тех, кто на себе ощутил все прелести в кавычках «мимолетного удовольствия». Ты слышишь пример и понимаешь, что, может быть, это может и случиться и с тобой. Если ты не поменяешь свою жизнь в лучшую сторону, заниматься спортом, учиться получше, то, может быть, как у этих людей, как рассказал мужчина. Все чаще молодые люди становятся закладчиками наркотиков. Жажда легких денег зачастую приглушают здравый смысл. Однако, когда приходит осознание, раскание в совершенном преступлении, кажется, что пути назад нет и добровольная сдача в милицию ситуацию не исправит. А зря. В законе есть предусмотрена статья о том, что если лицо добровольно выдало наркотики правоохранителям и отказалось от своей преступной деятельности, оно освобождается от ответственности. То есть всячески способствует выявлению таких преступлений, рассказывает следователю, что как произошло. И будет освобождено от ответственности. Такая норма есть и она уже применялась. Только за 2022 год в Брестской области было возбуждено 14 уголовных дел, связанных с употреблением избытом наркотиков. Для того, чтобы уберечь детей от преступлений, необходимо предложить им альтернативу, показать, что проводить досуг можно и с пользой. Как пример, на базе Ленинского РОВД функционирует спортивный зал, где каждый желающий может под персональным руководством тренера заниматься спортом.